Новые подходы для развития территории в новых экономических условиях. Такова генеральная идея выступления губернатора Ненецкого округа перед главами муниципалитетов на Высшем Совете. Он прошел сегодня. Игорь Кошин сделал акцент на трех направлениях, которые были заданы президентом Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию. Это развитие малого и среднего бизнеса, сокращение неэффективных бюджетных расходов и передача части государственных полномочий некоммерческому сектору. Причем это должно внедряться как на уровне региона, так и муниципалитетов. Свежее молоко для всех жителей Неси и семь новых рабочих мест. Глава Канинского сельсовета Галина Александровна рассказывает о достижениях поселения в части развития малого и среднего бизнеса. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства закупил оборудование на переработку, потому что вторую партию молока вечернюю они все-таки перерабатывать хотят, потому что требуются и сливки, и йогурты тоже спрашивают. Ну и есть планы по увеличению поголовья. Успехи в этом направлении есть и в Тельвиске. Фермер взял содержать не только коров, но и кроликов, кур, гусей. Пополнение в семье Буренок дает возможность вывозить молоко и в Наринмар. Еще один потенциальный фермер в Тельвиске собирает документы на открытие хозяйства. Третий пока думает, есть ли смысл регистрироваться. Он боится чего, вот он мне говорит, я сейчас зарегистрируюсь, буду получать субсидию. Я говорю, ну а что плохого в этом, будешь развиваться. А вдруг я, ну то есть мне же нужно будет потом налоги платить. Я говорю, ну пока там налоговые каникулы есть. То есть ты, с учетом того, что это молоко разбирать будут 100%, и город рядом, то есть можно было реализовать в городе эту продукцию, и в городе тоже их будут забирать. Это я точно знаю. Но пока не соглашается. Какая нагрузка помимо отчислений во внебюджетные фонды ложится на плечи предпринимателей, пояснил Олег Белак. Если после окончания налоговых каникул, если у него по виду деятельности стоит в сельскохозяйстве, он подтверждает, что у него в структуре выручки не менее 60% является сельхозпродукция, у него налог общий составляет 6%. Реальные производители сельхозпродукции есть сегодня и в Андиге. Три коровы дают возможность пить свежее молоко не только в деревне, но и на Эльмином носе. На высшем совете при губернаторе фонд поддержки предпринимательства договорился о тесном взаимодействии с Великовисочным и Тиманским сельскими советами. Там есть желающие открыть мини-фермы. По словам Игоря Кошина, именно развитие малого и среднего бизнеса на сегодняшний день является точками роста для региона. На сегодняшний день молочку завозим, мясо завозим, рыбу и ту привозим, картофель завозим, овощи все завозим. В этом же вся наша проблема. Ведь посмотрите, что происходит по другим субъектам и по другим муниципальным образованиям. Там все живут на своих ресурсах, а дотации субсидий получают на те полномочия, которые связаны с культурой, образованием, спортом. Если производители поставляют свежую продукцию на сельский рынок и создают новые рабочие места, некоммерческие организации станут хорошим подспорьем в части оказания социальных услуг. Это направление в селах только зарождается. В 2016 году были открыты три некоммерческие организации в Индиге, Тельвиске и Великовисочном. Они занимаются организацией досуга, созданием условий для занятий спортом и физкультурой. Однако необходимые организации, которые бы обслуживали на дому, работали с инвалидами, неблагополучными семьями и детьми. Среди желающих заняться этим направлением – Красный Крест, Центр, Радуга жизни, Клуб скандинавской ходьбы. Я бы хотела, чтобы я могла неделями уважить, обучить лечебной физкультуре, адаптивной физкультуре, с инвалидами проработать, по оптимизации питания информацию дать, как питьевой режим соблюдать, чтобы не в больнице человек шел, чтобы он жил. Чтобы получить средства за оказание услуг, необходимо зарегистрироваться и быть внесенным в реестр поставщиков социальных услуг. Губернатор поручил главам поселения провести анализ потребностей сельских жителей в социальных услугах. Эту работу необходимо провести до 1 марта 2017 года. Результаты исследований позволят органам региональной власти более точечно внедрять механизмы поэтапного доступа НКО к оказанию соцуслуг населению. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Продолжение следует... Продолжение следует...